Приветствую всех, с вами Олег Саламаха. С 29 июля по 9 августа в городе Ченнайе в Индии проходит всемирная шахматная олимпиада. Принимает участие 188 стран. В каждой стране у нас, каждая страна представлена пятью участниками. Четыре основных игрока и один запасной. К сожалению, не принимает участие Россия и Беларусь из-за санкций. Ну, все вы знаете эту спортивную ситуацию, то, что нас отовсюду исключили. Но, тем не менее, очень много сильных шахматистов принимает участие. Будет у нас очень много поединков. Соперники сыграют между собой по швейцарской системе в 11 туров. То есть, каждая страна будет играть с определенной страной и победитель у нас будет выявлен по наибольшему количеству набранных очков. Ну, а если будет равенство, то уже дальше идут дополнительные показатели. Я буду показывать вам 10 самых интересных поединков. Нормально, хорошо так разберу партии и основные события мы в любом случае захватим. И в конце я буду показывать турнирную таблицу с положением стран-участников. Конечно, все партии никак не получится охватить. Сами представьте, друзья, 188 стран. Это у нас будет более, получается, 200 партий, если не больше, ежедневно играться. Понятное дело, что обозреть такой объем просто физически нереально. Поэтому 10 партий, думаю, вполне будет достаточно. Ставим лайк. Это позволит видео продвигаться в рекомендациях. Подписываться на канал не прошу, потому что сейчас алгоритмы сменились. Если вам понравится то, что вы увидите, если вам понравится то, что я делаю, тогда можете оформить подписку, чтобы следить за дальнейшими моими обзорами. Ну, а сейчас давайте приступим к рассмотрению партий. Внимание на экран. Сейчас на ваших экранах вы видите формат турнира Всемирной шахматной олимпиады. 11 туров нас ждет по швейцарской системе. 4 доски от каждой страны. Временной контроль 90 минут плюс 30 секунд добавления после каждого хода. И также 30 минут добавляется после 40 хода. Игроки не могут соглашаться на ничью до 30 хода. Вот такие правила. В четвертом туре играет команда Франции против команды Индии, основной. Соединенные Штаты Америки против Узбекистана. Команда Индии номер 3 против Испании. Команда Польши против Румынии. Команда Турции против Азербайджана. Команда Израиля против Нидерландов. Команда Сербии против Англии. Команда Индии под номером 2 против Италии. Команда Армении против Австрии. И команда Канады против Ирана. Начинаем, как обычно, мы с вами с партии Курьез дня. То есть партия, которая закончилась быстрее всех и в которой случилась дебютная катастрофа. В этот раз, друзья, все гораздо интереснее. Это произошло в матче Болгария против Греции. Белыми играл Александр Ташев. Черными играл Евгениос Ионидис. Рейтинг белых 2262. Рейтинг черных 2459. И давайте посмотрим теперь целиком эту партию. После Д4 Конь Ф6. С4 Е6. Ж3 С5. Конь Ф3 СД. Разыграно каталонское начало. Конь бьет Д4 Д5. Слон Ж2 Е5. Конь Ф3 Д4. Рокировка Конь С6. Белые играют Е3. Пытаются подорвать пешечный центр черных. Черные отвечают Слон Ж4, связывая коня. Белые развязываются ходом Ферзь Б3 и попутно нападая на пешку на поле Б7. Ферзь С7. ЕД. И вот здесь черные, которыми играл довольно сильный шахматист. 2459. Это международный мастер по рейтингу. Так вот он здесь пытается запутать белых, играя Е4. Хочет он прогнать коня, чтобы забрать пешку на поле Д4. И пытается поймать белых в ловушку. И белые в эту самую красивую ловушку как раз таки и попадаются. Здесь вместо хода Е4 к нормальной ровной игре приводил ход Слон бьет Ф3. После Ферзь бьет Ф3. Конь бьет Д4. Ферзь Д1. Ферзь бьет С4. Ладья Е1. Белые, как мы видим, давят. Слон Д6. Тогда Конь Д2. Ферзь С7. Ферзь А4. Шах. После Конь С6. Конь С4. Белые сейчас, как мы видим, пожертвовали пешку, но черным крайне сложно закончить развитие. Если, например, они играют рокировка, то тогда просто Слон Е3. На ладья Е8. Ладья С1. И белые поддавливают. И за счет инициативы здесь у них полная компенсация за пожертвованную пешку. Так или иначе, где-то белые будут надвигать пешки А3, Б4. Затем будет грозить Б5. И у белых богатая игра. Итак, после ЕД Е4. Конь Е5. Играют белые и попадаются в ловушку. Конь Е5. Это очень серьезная ошибка. Слон Ф4 приводила белых к практически выигранной позиции. Как это ни странно. То есть, включение именно хода Слон Ф4 позволяет белым рассчитывать сразу же на большой перевес. Как ходить? Если Ферзь Д7, то тогда Конь Е5. И это уже с решающим эффектом идет. Потому что Конь нападает на Ферзя. На Конь Е5 играем ДЕ. И после Конь Х5 Слон Е3. Позиция абсолютно безнадежная. У черных со стратегической точки зрения. Слабая пешка на Е4, на Б7. И черные полностью неразвиты. После Слон Е7. Слон бьет Е4. Рокировка. Ферзь бьет Б7. У белых уже решающий материальный перевес. Три лишних пешки. После Слона Ф4. Если сыграть Слон Д6. То тогда Слон Д6. Ферзь Д6. И Конь Е5. Снова все те же самые идеи. После Конь Е5 ДЕ. Ферзь бьет Е5. Белые могут не забирать пешку на поле Б7. Что, конечно, также дает хорошие возможности. Но в этом случае черные закончат развитие. А играют гораздо тоньше. Ферзь А3 не позволяет черным рокировать. После А6. Поскольку рокировать в длинную нельзя будет висеть пешка на А7. А6. Водя Е1. Рокировка С5. Очень важный ход. Угрожает С6. Король Б8. Конь С3. Также у белых довольно серьезный перевес. Но вместо этого, после, давайте вернемся, хода Е4, играют белый Конь Е5. И после Конь бьет Д4 выясняется, что попались в ловушку белые. Причем висит сейчас Ферзь на поле Б3. И Ферзь с поля С7 атакует Коня на поле Е5. Удивительно, как шахматист с рейтингом 2262 попался вот в такую вот, можно сказать, простую ловушку. Ну, теперь, с точки зрения компьютера, белые все еще могли продолжать борьбу, если бы пожертвовали Ферзя. Сыграли бы Конь бьет Ж4. На Конь бьет Б3 забрали на Ф6. Разломали бы черным пешечную структуру на королевском фланге. И после ЖФ АБ у белых две всего лишь фигуры за Ферзя. Но, как выясняется, выиграть не так-то просто. Пешка на поле Е4 слабая. Белые сыграют Конь С3. Слоны Ф4 разовьют ладью на поле Е1. У черных, конечно же, перевес. Причем довольно серьезный. У них все-таки Ферзь за две легких фигуры. Но выиграть, повторюсь, не так-то просто. Потому что позиционные факторы на стороне белых. Но после Конь Д4 сыграли белые Ферзь А4 шах. Вроде бы уводят Ферзя из-под удара, объявляют шах. Но Б5. И здесь белые сдались. Они все поняли. Висит Конь. Ферзь атакован. В случае взятия просто спокойно черные забирают коня, защищая одновременно своего коня. Ну и на скрытый шах Б6 ничего страшного. Можно просто закрыться слоном. И позиция черных абсолютно выиграна. Вот такой вот получился разгром в этой партии. Идем дальше. Белыми играл Уэсли Со. Черными играл Жавахир Синдаров. Матч Соединенные Штаты Америки. Узбекистан. Смотрим теперь партии сильных шахматистов. В этой партии у нас, поскольку вы проголосовали за то, чтобы если в дебюте ничего не происходит, то мы эти ходы проматываем, был разыгран Волжский Гамбит. После Слон Б5 Ферзь А5 шах. Конь С3 Слон А6. Слон А6 Ферзь А6. Конь Е2 Слон Ж7. Рокировка-рокировка. Стороны закончили развитие. Черные пожертвовали пешку. А4 Ферзь С4. Ж3 Е6. После Б3 Ферзь Ж4. Слон А3. Играют белые, нападая на пешку на С5. Конь А6. Ладья С1. И вот в этой позиции черные уже допускают очень серьезную ошибку, играя ЕД. Тут строго единственный ход. Это сыграть надо Е5. Ограничить белые фигуры. И затем поставить пешку на поле Д6. Но Живахир Синдаров сыграл очень неудачно. После Е5, например, король Ж2. Тогда Д6. Конь Б5. И тут Ферзь Е4 шах находится ход. Нападаем на пешку на поле Д5. На короля. Король Х2, к примеру. Ну, нету хода Ф3, потому что висит пешка на Е3. Тогда черные играют, водя Д8, защищая пешку на поле Д6. После Конь С3, Ферзь Ф5, Ф3, Е4. Начинается очень интересная, острая игра. Итак, ЕД. Теперь после Конь Ф4 выясняется вот почему плохой ход оказался. Теперь пешка на поле Д5 провисает у черных. И позиция их становится плохой. Ладья Б8. Конь Б5. Перекрыли ладью. Ферзь Д1. Ладья Д1. Д6. Слом Б2. Белые хотят съесть коня на поле Ф6. И забрать конем пешку на поле Д5. Ладья Б7. Слон бьет Ф6. Слон бьет Ф6. Конь бьет Д5. Теперь еще и пешка на поле Д6 повисла. Слон Ж7. Ладья Д3. Ладья Б8. Ж4. Уэсли СО улучшает свою позицию на королевском фланге. Никуда не торопится. С4. Играет уже Желахир Синдаров, пытаясь найти контур игру. Ладья бьет С4. Конь С5. Ладья Д1. Конь бьет Б3. После конь бьет Д6. Напали на ладью. И ладья А7 оказалась решающей ошибкой. Хотя здесь уже позиция все равно безнадежная у черных. Но надо сказать, что Уэсли СО очень симпатично заканчивает борьбу, играя конь С8. И выясняется, что теперь грозит конь Е7 шах. И ладья Д8 мат. Попутно конь напал на ладью. И теперь уже становятся безнадежные позиции. Так как на ладья Д7 также объявит шах с поля Е7. Белые и нападут ладьей на ладью. В общем, после хода конь С8 Желахир Синдаров сдался. В 28 ходов его разгромил американский супергроссмейстер. Идем дальше. Белыми играл Абиджит Гупта. Черными играл Давид Антон Гихара. Матч Индия-Испания. В этой партии у нас было разыграно каталонское начало. Рокировка слон Ж2. ДЦ ферзь С2. И С5 играют черные, подрывая сразу же центр. ДЦ конь С6. Рокировка Е5. Конь бьет С4 Е4. Конь Е5, конь Е5, конь Е5. Ферзь Е7. Черные нападают на пешку и на коня. Конь С4, слон бьет С5. И позиция получается абсолютно равной. Дальше давайте еще промотаем ходы. Здесь у нас получилась довольно интересная позиция, где белые пожертвовали пешку, чтобы развить инициативу на ферзевом фланге. А6, слон А4. Ферзь Е6, А3. После слон С5 они отыгрывают пешку на поле Б7. Слон Е3, ФЕ. Но взамен черные портят белым структуру на королевском фланге. Ладья Д1, Ладья Д1, Ладья Е8, слон Ф6, Ферзь Ф6, Ферзь Б5, Ферзь Е5. И позиция получается все равно абсолютно равной. Дальше давайте снова с вами промотаем. И выясняется, что вот здесь после Б6, А4, белые допускают решающую ошибку, играя Ладья А5. И позволяют черным защититься ходом слон Е8. Защитить свою пешку. В то время как пешка на поле Б6 пока у белых никуда не идет. Надо было сыграть слон А3. И теперь, после, например, Ладья бьет Б6, слон бьет Ф5. Это проигрыш за белых. Так как черные встают Ладьей сзади после разменов. Но после хода Ладья бьет Б6, точный ход Ладья А5 дает ничью. Теперь на Ладья Б4 уже можно забрать. Так как теперь уже нет ухода Ладья А6 у черных. Ладья расположена здесь неудачно. После А3 Ладья А5, Ладья Б3, король Ф2. Позиция получается равной. Но смотрите, что случилось. А4 Ладья А5. Теперь черные переводят слона на поле Е8, защищая пешку. И после Ж4. Теперь Ладья бьет Ф5. Слон С6 играют черные, защищая пешку на поле Е4. И дальше забирают пешку на поле Б6. Снова получая практически ту же позицию, которую мы сейчас с вами увидим в партии. Итак, слон Е8, Ж4. Ладья бьет Б6. ЖФ. И слон С6 играют черные. Теперь у них остается в живых опаснейшая пешка А. И она решает исход партии. Король Ф2, Ладья Б5. Ладья бьет Б5. Последняя финальная ошибка. Можно еще было барахтаться вместе с Ладьями. Ладья А6. Ладья бьет Ф5. Шах. Король Е1. Ладья Ц5. Ну и здесь примерное развитие событий. Вам показываю. Белые играют Ладья А7. Вырезая короля. Не давая ему подтянуться к игре. Ну и после Ладья А5. Х3, Ладья Ж5 потихонечку, постепенно. Черные так или иначе все равно должны добиться победы. Раскачать эту позицию белых. Но белые здесь могли еще очень долго обороняться. А теперь смотрите, что случилось. После хода Ладья Б5. Ладья бьет Б5. Слон бьет Б5. Выясняется, что слоновое окончание безнадежное. Несмотря на то, что у белых даже здесь образовалась лишняя пешка. Вся проблема в том, что пешку А невозможно остановить. Слон Б1, король Ф7. Король Ф3, король Ф6. Пешка висит. Король Ф4. Ну, если играть Е4, то просто А3. И сразу же черные побеждают. Король Ф4. Белые делают ставки, пытаются создать свою проходную. Но слон бьет Е2. Слон С2, А3. Слон Б3. И просто слон Д3. Играют черные. Две угрозы есть. Слон Б1 и А2. И висит пешка на поле Ф5. Позиция безнадежная. Все равно остается у белых. И здесь Абиджит Гупта признал свое поражение. Команда Испании выходит вперед. Идем дальше. Белыми играл Вахаб Санал. Черными играл Гадир Гусейнов. Матч Турция-Азербайджан. В этой партии у нас была разыграна славянская защита. Дебют проматываем. Особо ничего интересного тут не было. После Ж4, А6. Слон С6, Ферзь С6. Х4. Белые накатывают пешки. Черные ставят блок ходом Х5. Ж5, Конь Д7. Король Ф2, Ферзь Б6. Предлагаю размин ферзей. Ладья С1. Ферзь Б3, АБ. Рокировка Слон Ж3. И вот здесь белые хотят сыграть Конь Ф4. Поменять Коня на Слона. И получить небольшое преимущество. Поскольку Слон с поля Ж6 здорово осложняет жизнь белым. Не позволяя им здесь как-то перегруппироваться. И вот тут черные не разгадали этот маневр. Сыграли Ладья С8. Намного точнее было сыграть Слон Ф5. И на Коне Ф4 Ж6. Защищая надежно пешку на поле Х5. Здесь у белых, конечно, есть крайне интересная разменная комбинация. Конь бьет Д5. Очень интересная. На ЕД Конь Д5. Теперь висит Слон. Нет ухода Ладья Е8 из-за Конь С7 вилка. Слона надо убирать. Но тогда Слон Д6. Белые получают доминацию. Ладья Е8, Конь С7. Слон С7, Ладья С7. И тут черные единственными ходами держатся. Ладья С8. Ладья С1. Конь Б6. Е4. Слон Е6. Д5. Белые вот так вот набрасывают пешки. Несмотря на то, что у них не хватает фигуры. Доминация тотальная. Но все-таки всего этого не хватает для победы. Слон Ф4. Ладья С7. Ладья С7. И Слон С8. Черные держатся. Блокада у них надежная. И позиция здесь должна закончиться в ничью. На Слон Е3 есть даже ход Конь А8, прогоняя ладью. И так. Ладья С8. Конь Ф4. И тут Король Х7. Еще одну ошибку допускает азербайджанский гроссмейстер. Ну, здесь уже было сложно на самом деле догадаться, что надо жертвовать пешку. Сохраните обязательно этого слона. После Слон Ф5. Конь Бьет Х5. Ладья С6. Конь Ф4. Ладья С8. Черные взамен сдваиваются по вертикали С. И позиция получается равной. И так. Конь Ф4. Король Х7. Конь Ж6. Король Ж6. Конь Е2. Король Х7. Конь Ф4. Ж6. И конь Д3. Белые добились уже многого. Они контролируют черные поля. После Король Ж8. Б4. Конь Б6. Конь С5. Белые вторгаются. Висит пешка на поле Б7. Которую защитить не очень-то и удобно. А как ходить? Ладья Б8 нету хода. Слон контролирует. И хода Ладья С7 нет. И тут уже совершенно растерялся Гадир Гусейнов. Сыграл слон БЦ5. А это привело к абсолютно безнадежной позиции. Конь С4 можно еще было сыграть. На Б3. Конь Д6. Перекрываем как раз таки слона. Защищаем пешку на поле Б7. И хотим сыграть конь Б5 или конь Ф5. Тут черные еще держались. После конь С5. Слон С5. БЦ. Конь Д7. Ладья С3. Получается стратегически выигранная. Позиция у белых. Ладья С6. Б4. Ладья С8. Ладья Б3. Угрожает Б5. Значит, прорыв на ферзевом фланге. Е5. Играют черные, чтобы перекрыть монстра слона. Слон бьет Е5. Конь бьет Е5. ДЕ. Но выясняется, что и ладейное окончание безнадежно у черных. Так как король у белых ближе. Угрожает Ф4. И король бьет на поле Д4. Б6. Ладья бьет А6. БЦ. Б5. Ладья А6. БА. После С4. Ладья С3. Король Ф8. А7. Белые отвлекают силы черных. Король Е7. Ладья А3. Угрожает ферзь. Ладья А8. Теперь ладья в полном пассиве. И белые просто загоняют черных в цуксванг. Король Е2. Король Д7. Король Д2. Король С6. Король С3. Король Б5. Ладья А2. Выжидательный ход. Ладья не ходит. Ходит только король. Король С5. Ладья А1. Еще один выжидательный ход. Король Б5. Король Д4. И черные в цуксванге. Пешка на поле Д5 висит. Король С6. Е4. Прорыв. ДЕ. ФЕ. И пешка на поле С4 приказывает долго жить. После король Б5. Король С3. Король С5. Ладья А4. Король b5, ладья b4, шах Сдались здесь черные Так как позиция безнадежна Если отступаем на вертикаль c То пешка c4 теряется с шахом А на король a6 Решает просто отступление ладья b1 И теперь нельзя забирать пешку на a7 Ни ладьей, ни королем Поскольку пешечное окончание будет абсолютно безнадежно А с другой стороны пешка на поле c4 висит И как ходить совершенно непонятно Ведь нету хода ладья c8 по причине ладья b8 И белые сразу же побеждают То есть Цуксванг сейчас на доске Поэтому черные сдались Вот так вот неожиданно Вахап Санал, который уступает по рейтингу Чуть ли не 100 пунктов Фиде Азербайджанскому гроссмейстеру Одержал победу И сборная Турции выходит вперед Идем дальше Белыми играл Александр Индич Черными играл Майкл Адамс Матч Сербия-Англия В этой партии у нас был разыгран ферзевый гамбит Разменный вариант Карлсбадская пешечная структура После слон g3, слон d6 Конь f3, слон g3, hg Произошел размен чернопольных слонов Конь d7, ладья h4 Ладья e8, ферзь c2 И c5 играют черные Пытаясь зацепиться за центр Слон f5, cd, ладья d4 Конь f8 И вот в этой позиции, где у белых в принципе отличная игра Они ошибаются, играя g4 Непонятно Хотели, видимо, избавиться от слабой пешки ходом g5 Но ход неудачный Надо было играть ладья d1 Поддавливать на пешку Черные вынуждены играть слон e6 И теперь можно, например, просто сыграть а3 С идеей поддавить еще и на ферзьевом фланге Путем b4, конь a4, конь c5 Итак, g4, g6 Прогнали слона Слон c8, ладья c8 Теперь пешка на поле g4 Находится в подвисшем состоянии g5 hg, конь g5 И ладья e5 Играют черные, нападая на коня Конь f3, ладья h5 Ладья у черных сразу же входит в игру Угрожает шах Брокировка длинная И конь e6 И, как мы видим, позиция черных становится отличная Ладья d2 b5 Угрожает b4 Ферзь b3 a6 Король b1 Ладья c4 Черные, как мы видим, явно стеснили белых И вот в этой позиции белые допускают еще одну ошибку, играя a3 Тут ладья e1 было, наверное, чуть ли не единственным И на ферзь c7 Черные угрожают стандартной жертвой качества на поле c3 И выясняется, что от этой идеи у белых нет просто защиты То есть черные хотят пожертвовать И они в любом случае пожертвуют качество Затем вторгнутся конем на поле e4 Ладья идет на поле f5 Начинается чудовищное давление В общем, позиция белых здесь была очень непростой a3 же просто ускоряет развязку Черные прыгают конем на поле c5 И без проблем проникают на e4 Ферзь c2, конь e4 Ладья d4, конь c3, bc После ферзь a5, как мы видим, ферзовый фланг у белых оказался разрушен Ладья бьет c4, dc g4, ладья h3, напали на коня Конь g5, ладья h2 И теперь конь e4 играют белые Ну, спасения уже не было Угрожает, например, конь d3 вторжение и нападение на пешку на f2 Пешка на a3 висит постоянно Конь e4, конь бьет e4, ферзь бьет e4 Единственное, на что надеются белые Это то, что сейчас черные возьмут пешку на поле a3 И тут дадут шах Очень неприятный такой шах дадут белые И дальше будут сами играть уже на атаку, на мат Но ферзь бьет c3 Забирают черные пешку И контролируют чернопольную вот эту большую диагональ Ферзь f4, напали на ладью Ферзь b3, шах, король c1 Ферзь c3, шах, король b1 Ферзь b3, шах, король c1 Затем шахом съедается пешка на a3 Король b1, ферзь b3 Король c1, ферзь c3 И после король b1, ладья h3, играет Майкл Адамс Снова нету у белых возможности замотовать черных Так как король отступает на линию h И никуда не может ферзь опасно вторгнуться Так как все поля контролируют черные g5 Ферзь b3, шах, король c1, c3 И тут уже белые сдались Так как снова наш шах на поле d8 Король отступает на h7 Нету шаха по вертикали h А белому королю уже просто мат стучится в окно И поэтому здесь Александр Индич сдался Англия выходит вперед Идем дальше Белыми играл Дамараджу Гукеш Черными играл Даниэль Вакатура Матч Индия-Италия В этой партии у нас был разыгран ферзь б3 После ед слон g5, слон e7, e3 Рокировка ладья d1 Черные получают структуру Как мы видим с изолированной пешкой на поле d5 Слон e6, ферзь a4 h6, слон f6, слон f6 И конь d5 Белые съедают эту пешку После слон d5, ферзь b5 Связывают слона Слон бьет b2 Ладья бьет d5 Слон c3, шах Король d1 И получается очень интересная острая игра После ферзь e7, слон c4 Король у белых остался в центре Конь a6 Король e2 Ладья c8 Ферзь b3 Конь b4 Играют черные, нападая на ладью на поле d5 Ладья f5 Слон f6 Ладья b5 Напали на коня и на пешку на поле b7 А5 И после ладья бьет а5 Вот в этой очень сложной позиции Даниэль Вакатура допускает ошибку, играя конь c6 Нападая на ладью на поле a5 Здесь надо было найти просто тонкий ход ладья c7 Чтобы дополнительно защитить пешку на поле b7 Итак, конь c6 Ладья b5 b6 Слон d5 И вот в этой позиции Даниэль Вакатура допускает уже проигрывающий ход Играя конь a7 Просто отдавая еще одну пешку на поле b6 Конь a5 Надо было играть за черных Нападать на ферзя На ферзь b1, конь c4 Черные вот таким вот образом крутятся Защищают пешку Слон c4, ладья c4 А в этой ситуации, когда белые забирают пешку на поле b6 Остаются с двумя лишними пешками Но после ферзь c7 У черных доминация угрожает ладья c2 Шах Ладья d1, ладья c2 Шах Король f1, ладья d8 И как показывает анализ Здесь черные, конечно, остаются без двух пешек Но все-таки могут продолжать борьбу Итак, конь a7 Ладья бьет b6 Ладья c3 Ферзь b1 Теперь после ферзь c5 Ладья d1 Белые спокойно укрепляются У них две лишних пешки Ладья c2, шах Король f1 Ладья d8 Конь e1 Белые спокойно отражают все атаки Напали на ладью Ладья c3 И слон бьет f7, шах Тактика Король f8 Играет Даниэль Вакатура Если забирать на f7, то забираем на f6 Уничтожаем защиту ладьи И затем после короля f6 Забираем спокойно ладью И на шах на c4 Спокойно играем ладья d3 Дальнейшие размены неизбежны И белые так или иначе Но остаются уже с тремя лишними пешками Итак, слон бьет f7 Король f8 Слон h5 Конь c6 Ладья бьет d8 Слон бьет d8 И ферзь g6 Белый переходит в решающую атаку Ферзь c4, шах Король g1 Король спрятался У белых ему ничего не угрожает Чего нельзя сказать о черном визави На король e7 Последовал единственный ход ладья b7 И тут черные сдались Так как просто мат идет Надо отдавать слона Но все равно мат будет неизбежен В общем Индийский шахматист Дамараджо Гукеш Молодое дарование Индийское 16 лет ему всего Разгромил итальянского соперника Гроссмейстера Даниэля Вакатура И команда Индии Также выходит вперед Идем дальше Белыми играл Йоргус Печак Черными играл Антон Корбов Матч Словакия Украина В этой партии У нас Была разыграна Защита Немцовича Система Рубинштейна Дебют давайте мы пропустим Поскольку здесь Позиция получается просто Примерно равной Белые построили структуру Которая называется Кольцо Пильсбери То есть вот эти три пешки Вместе с конем Образуют кольцо И эта позиция считается Очень перспективной для белых Так как сулит им возможности Атаки Посмотрите Все их фигуры Уже нацелены на королевский фланг Владяй f1 Ферзь e7 Слон e1 Конь e4 После конь e4 d e b4 Находит очень сильное продолжение Йоргус Пичак Теперь что делать Нельзя забирать на b4 Так как после слон бьет b4 Мы нападаем на ферзя И без защиты Остается конь на поле d7 И белые побеждают Так как остаются с лишней фигурой После b4 Конь бьет e5 Играет Антон Коробов Но белые забирают пешку на a5 И тут Антон ошибается Играя конь c6 Надо было играть конь d7 Защищая просто пешку на поле b6 После ладья b1 b5 Аb Аb Ладья b5 Слон a6 Ладья b1 c3 У черных Полноправная контр-игра Напали на ладью На ладья f2 Просто играем конь f6 Черные контролируют центр Конь идет на поле d5 Позиция вполне Игровая Несмотря на то, что Черные сейчас Остались без пешки Итак, ба Конь c6 Почему это ошибка? Потому что белые просто съели пешку на b6 a5 d5 И конь b4 Еще одну ошибку допускает Украинский гроссмейстер Тут надо было играть Ладья d8 Связывая пешку на поле d5 И не позволяя белым съесть коня На ферзь e2 Забираем пешку на d5 Белые съедают на c4 После ладья c5 Ферзь a2 Ладья b8 Ладья b1 Слон a6 Черные начинают постепенно Окучивать пешку Проходную И после ладья f2 Слон d3 Позиция очень сложная Как показывает анализ Она все равно продолжает Оставаться в пользу белых Но черные все-таки здесь Играют И белые где-то могут ошибиться Но Антон После хода d5 Играет конь b4 Чересчур мягко И зевает еще и тычок d6 Напали на ферзя После ферзь d7 Забирает на поле b4 Йоргус печак коня Аб и а5 И вот эти пешки Становятся уже смертельно опасными Угрожает А6 b3 И последовала жертва Слон b3 cb И а6 Выясняется, что позиция черных безнадежна Так как пешки очень сильны Слон c6 Ферзь бьет b3 Белые спокойно съедают Пешку на поле b3 Единственную оставшуюся в живых И вот эти две пешки проходных Решают исход борьбы Ферзь d6 Ладья c1 Никуда не торопятся белые Ладья d8 b7 Ферзь g6 Ну и последовало решающее Комбинация Ладья бьет c6 Красиво добивает Йоргус печак Антона Коробова После ферзь бьет c6 У белых не хватает ладьи Но после а7 Пешки неизбежно превращаются В ферзя И тут Антон Коробов Признал свое поражение После ладья d3 Ферзь b4 Ну делать нечего Пешки проходят Поэтому здесь украинский Гроссмейстер сдался Словакия выходит вперед А мы с вами идем дальше Белыми играл Магнус Карлсон Черными играл Дамбасурен Бацурен Матч Норвегия-Монголия Поскольку доски верхние Многие партии Все закончились в ничью Все-таки мы с вами спускаемся На более нижние доски Чтобы посмотреть поединки Ну и тем более интересно Посмотреть партию чемпиона мира Который играет с соперником Явно уступающим ему По силе и рейтингу В партии у нас Был разыгран ферзевый гамбит Магнус Карлсон без претензий Разыграл дебют Получилась карлсбадская Пешечная структура Хорошо известная После слон d6 Ферзь c2 Ладья e8 Ладья e1 Слон e7 Слон g3 Конь f8 h3 Здесь уже черные начали ошибаться Ход b6 Это действительно серьезнейшая ошибка Поскольку ослабляется пешка на поле c6 Но черные естественно Хотели провести Освобождающее продвижение c5 Надо было играть слон e6 Все-таки Итак b6 e4 Магнус Карлсон сразу же прорывается По центру d e Конь e4 Слон b7 И конь e5 Белые уже захватывают инициативу Нельзя забирать пешку на поле d4 Здесь Конь e6 сыграли Черные Если, например, забирать пешку на поле d4 То после слон c4 Возникает крайне неприятная угроза Взятие на поле f7 А также угрожает ход Ладья d1 С поимкой ферзя Итак, конь e6 Черные нападают на пешку На поле d4 Конь бьет f6 Шах Слон бьет f6 Слон h7 Шах Теперь нельзя уходить на h8 Так как будет мат На поле f7 Конем Вынуждается ход Король f8 И ладья d1 Белые спокойно защищают пешку на поле d4 Слон бьет e5 dE Напали на ферзя Ферзь d7 И f4 Играют белые Позиция белых уже абсолютно выиграна Так как черные ничего не могут сделать c5 f5 Конь d4 Ферзь f2 После ферзь d7 e6 Белые прорываются Ферзь c6 Слон e5 Ладья d8 Ферзь g3 Висит пешка на поле g7 Конь e2 Шах Играют черные Даже выигрывая качество После ладья e2 Ладья d1 Но после короля h2 Выясняется, что пешку на поле g7 Защитить невозможно Это разгром На f6 Следует взятие на f6 gf e7 Шах И задачный мат Ферзь g8 Итак, король h2 Король e7 Пускается король черных Во все тяжкие Но магнус карлсон Четко добивает Своего соперника Играя слон f6 Шах Жертвуя слона И все Здесь Черные сдались Поскольку все варианты Абсолютно безнадежны Если берем королем То шах Король e7 Забираем С шахом И нападаем На Ладью Ну и после король Бьет f7 Слон g6 Шах Ну партия просто Заканчивается Поскольку мат Следует Дальше забираем На e8 И объявляем мат То есть король f8 Ферзь e8 Ферзь e8 Ладья e8 Мат Если после Слон f6 Шах Не забирать королем А забирать пешкой То тогда следует Также вскрытый шах Опять же Если король уходит То просто съедаем Ладью Превращаясь в ферзя Абсолютно выигранно Ну а на король Бьет f7 Опять же решает Шах на g6 И мат На g8 Так или иначе После слона f6 Шах в 30 ходов Магнус Карлсон Разгромил своего соперника И команда Норвегии Выходит Вперед Идем дальше Белыми играл Ясер Перец Кезада Черными играл Виктор Эрдос Матч Куба Венгрия В партии У нас Был разыгран Дебют Значит защита Двух коней Слон b5 Конь e4 Конь d4 Слон d7 Слон c6 bc И тут длиннющий Теоретический вариант Получается Выбирают соперники Которые нужно знать Ход в ход Давайте промотаем Здесь такая вот Интересная Скидка пешек Со стороны белых Сейчас мы видим Что уже не хватает Двух пешек У белых Но в итоге Все равно Все упрощается И партия Переходит в окончание Вот такая вот Получается позиция Где у белых Уже лишняя пешка Но черные За счет Доминации Эту пешку Отыгрывают И получается Абсолютно равное Окончание После b4 Слон b6 a4 e4 c4 Белые накатывают пешки Черные играют Слон d4 Нападая на ладью Ладья e1 Ладья f2 Слон g5 Слон e5 Ладья бьет e4 Ладья бьет h2 Шах Король g1 Ладья a2 И вот здесь После c5 Белые Хотят сыграть c6 Подрывают пешку Нельзя забирать Потому что будет висеть Слон Вот здесь Черные ошибаются Очень серьезно Допуская Одну единственную ошибку Которая сразу же Моментально Приводит к поражению Он играет Ладья бьет a4 Шах Я имею ввиду Виктор Эрдос Надо было дать шах На поле h2 Увести слона Из-под боя И после короля f1 Теперь сыграть dc Видите Теперь слона На поле e5 Нет Он физически Устранился И получается так Что белые Разбивают Свои пешки А после король g7 Уже у черных Отличная позиция Поскольку король Отрезан Угрожает Ладья c2 Белые могут Форсировать ничью Ладья e7 Король g6 Отдать спокойно Фигуру Съесть зато Все пешки У черных И получается ничья Но смотрите Как на ровном месте Ошибаются Здесь черные После c5 Они играют Ладья бьет a4 И теперь после c6 Пешка просто Превращается в ферзя Ладья a1 Шах Король f2 Ладья a2 Ладья e2 Но ладья a3 Ладья c2 Не позволяя Черным сыграть Ладья c3 Ладья h3 Ладья c1 Поскольку угрожал Шах И это зевок Ладья Ладья c1 d5 Слон f6 Шах Решающее Красивое Комбинационное Отвлечение То есть черные Хотели пожертвовать Уже слона За пешку Но Слон f6 Это очень красиво После слона f6 c7 Выясняется Что пешка Проходит Слон h4 Шах Король e2 Ладья h2 Король f3 Ладья f2 Король g4 И тут черные сдались Так как если Пытаться остановить пешку Единственным ходом Ладья f8 То Спокойно превращаются В ферзя белые И затем Уже остаются Просто с лишней Ладьей Вот так вот В длиннющем Форсированном Ничейном варианте В защите двух коней Черные Фактически Сделали Наверное Один единственный Ход от себя Который По иронии судьбы Оказался Моментально Проигрывающим Партию Вот такие вот они Форсированные Варианты Идем дальше Белыми играл Самвел Тер Сахакян Черными играл Феликс Боббенгерг Матч Армения Австрия В партии У нас Была разыграна Защита Каракан Закрытый вариант Ничего интересного В дебюте не было Опять же Проматываем И доходим До Критической Позиции В итоге На выходе Из дебюта Позиция Получается Равная После Конь f3 Конь b8 b4 Конь c6 Ладья c1 Конь e7 Маневры продолжаются Ферз d3 Рокировка Конь d2 Ладья c7 Конь b3 Ладья c8 Черные начинают Давить на пешку На поле c3 Ферз d2 Ладья c4 Конь d4 Конь c6 Конь f3 Ферз c7 Слон f4 Конь e7 И вот в этой позиции Ошибаются Белые Играя слон g5 Слон e3 Был интересный Тонкий ход С угрозой Слон b6 Теперь нельзя Забирать пешку На поле e5 Поскольку После слон b6 Вскрытый удар На слона От ладьи И белые Побеждают А если Забирать пешку На c3 То после всех Разменов У белых Есть очень сильный Ответ b5 И после Аб Ладья b1 Конь f5 Слон a7 Белые Сохраняют Свою сильную Фигуру Чернопольного Слона И теперь После ладья c7 Ладья бьет b5 У черных Лишняя пешка Но позиция Близка К равной Так как Активности Белых фигур Будет достаточно Для поддержания Равновесия Итак Слон g5 Конь f5 Ферзь a2 Еще одна ошибка Конь d4 Надо было играть Срочно пытаться Упростить Положение И не пускать Ладью на поле g4 Итак Ферзь a2 Слон f8 Угрожает взятие На b4 Слон d2 Слон e7 Ферзь b1 Ладья g4 Конь h2 Ладья c4 Играют здесь Черные Ну конечно Пешку на поле h4 Где-то можно было Забирать Но позиция После этого Получалась неясная Хотя Сейчас мы с вами Увидим Что на самом деле Конь h4 Тоже было Хорошо Ладья c4 Конь f3 Ферзь d7 Ладья d1 Ферзь b5 Ладья c1 Король g7 Ферзь a1 Ладья g4 Черные возвращаются К этой идее Но теперь попутно Угрожает еще и Вторжение ферзя На поле d3 Конь h2 И вот теперь Конь бьет h4 С решающим эффектом Играют черные Король h1 Ферзь d3 Ладья d1 Ферзь f5 После gh Ферзь бьет f2 Выясняется Что черные Громят белых Как ходить Грозит мат Если закрываться Ладья g1 То меняемся И в конце теряется Слон на поле d2 А если забирать На поле g4 То после hg Непонятно Как защищаться От угрозы Ладья h8 И ладья Бьет h4 С матом То есть позиция Уже становится После этого Совершенно Безнадежная Безнадежная Уже Турнирное положение Посмотрим Кто у нас Идет На каком месте Из каких Команд Внимание На экран Безнадежная 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Основной состав Субтитры сделал DimaTorzok 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 Счастливо